Гайновский собор Святой Живоначальной Троицы в минувший воскресный день едва вмещал всех молящихся. Здесь праздновали годовщину принесения из Москвы списка чудоторного образа Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость», которая состоялась еще в 50-е годы прошлого века. Но верующих Гайновки и окрестностей в эти дни ожидала еще одна радость – радость молитвенного общения с предстоятелем Польской Православной Церкви и тремя векарными архиереями Варшавско-Бельской епархии, в том числе и с молодым, но воркоположенным епископом Гайновским Павлом. Просил жителей Гайновки принять его с любовью блаженнейший митрополит Варшавский и всея Польши Савва. Берегите, как зеницу ока, цените, любите, уважайте, помогайте и радуйтесь, что молодой человек, посвятив жизнь свою на служение Богу, сегодня в стане епископа может служить благоверному, православному, любящему Христа народу. Обратил соблаженнейший Савва и к владыке Павлу с пожеланиями преиспевать благодати Божией и эту благодать с любовью распространять на мир, на общество. Будь для всех, всем и со всеми имей мир, и своими, и чужими, и с теми, которые власть имеют. Напомни, что прежде всего перед тобой стоит одна задача. Верно, безбоязненно, мужественно, смиренно, с полным послушанием служить Господу нашему Иисусу Христу и Господу этой Церкви. Радуюсь, что могу молиться вместе с боголубивыми жителями, богоспасаемого города Гайновки и окрестностей, видя вашу веру, вашу привязанность к Церкви, преданию. Радуюсь и благодарю Господа Бога, что вы не уставите, не оставляете этих ценностей, которые передали нам наши предки. А вот сам владыка Павел эти ценности воспринял от своих родителей, протерея Анатолия Такаюка и матушки Галины. Родился на Лемковщине, на юге Польши, где отец нес священническое служение среди русин под Карпатье. Возрастал уже вблизи Гайновки, закончил школу в Бельске. Павел Такаюк поступил в семинарию в Варшаве. После ее окончания становится послушником в Яблачинской обители, откуда был делегирован в Варшаву нести служение в канцелярии митрополита Савы. Из рук его блаженства принял постриг в лесофор, а совсем недавно и монашеский постриг с сохранением имени Павел, принимая в качестве нового небесного покровителя священномученика Павла Швайко. Известно достижение владыки Павла и в спортивной сфере. Он является кандидатом в мастера спорта по каратэ-цунами. Но родители воспитывали своего сына прежде всего воином Христовым. Мы с детства возили их во святых, благодатных местах России, Белоруссии, Словакии, Польши, Греции, Иерусалим. Были во многих местах. И все наши дети, которых Господь дал нам восьмеру, аж восьмеры, мы радовались. И такое, можно было сказать, служение, чтобы кто-то не стал воином Христовым монахом. Про владыку не думали. И так наше, это можно сказать, желание сбилось. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Гайновка, Подлясия, Польша.